В эфире телерадиокомпания «Круг новости» с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я, Александр Катунцев. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Ремонт улицы Преображенской, который городская власть планировала завершить еще в ноябре прошлого года, затягивается на неопределенное время. В центре города разваливается жилой дом. Местный ЖКС бездействует. Награды за любовь и бережное отношение к своему городу получили жители дворов-победителей ежегодного конкурса «Дворики Одессы-2017». В выставочном зале историко-краеведческого музея открылась выставка поэтической живописи. В Одессе продолжается ремонт улицы Преображенской. Напомним, работы начались около года назад и пока, к сожалению, далеки от завершения. Перекрытым остается участок от улицы Садовой до Софиевской. Отсутствие нормальной транспортной развязки создает массу неудобств одесситам и весьма бьет по бюджетному карману. Который год тянется грандиозная история, связанная с ремонтом улицы Преображенской в рамках проекта «Скоростной трамвайчик». Ремонт Преображенской почти завершен. Такими победными реляциями городских чиновников были забиты новостные сайты Одессы обещаниями открыть Преображенскую улицу к ноябрю месяцу. Март 2017-го. Ура! Дорожникам Росдорстроя осталось доремонтировать кусочек от Садовой до Маяковского и Софиевской. Работы идут полным ходом. Май 2017-го. Работы на грани завершения. Осталось доделать кусочек от Садовой до Софиевской. Дорожники уже добрались до переулка Маяковского. Июнь-июль 2017-го. До конца ремонта осталось совсем чуть-чуть. Участок от Садовой до Софиевской и все. Преображенская наконец будет открыта. Ноябрь 2017-го. Сроки окончания работ переносятся, но зато ремонтникам героически удалось подобраться к переулку Маяковского. И не останавливаясь на достигнутом, рабочие уже сняли асфальт на углу Софиевской. Январь 2018-го. Преображенская между Садовой и Софиевской. Работы идут полным ходом, но кажется, так же далеки от завершения, как и полгода назад. А если учесть, что на улице зима и минусовая температура, на данный момент работа здесь вообще вести не имеет никакого смысла и лучше всего отложить до весеннего потепления. Ну это кошмар на самом деле. Посмотрите, я не знаю, как можно вот такого рода работы называть качественными работами на улицах города. Не учитываются ни погодные факторы, вообще как бы особо никакого учета нет. Есть просто само, знаете так скажем, есть документ, в котором указано, что ведутся строительные работы. Вот документ есть, это хорошо. А что там ведется, как это осуществляется, но это не важно. Вот здесь складывается впечатление, что наша городская власть, чтобы не делала, делает это не ради результата, а так, чтобы было чем заняться. Прямо как в том анекдоте. Вы результат любите? Нет, но сам процесс. При этом не стоит думать, что занимается многомесячной тягомотиной под названием «Преображение Одессы». Мэрия просто так от нечего делать. Нет. Она, мэрия, ну в смысле городского руководства, просто так зарабатывает на хлебушек не только с маслом, но и икрой всех видов. Это очень удобно, постоянно находить обстоятельства или повод, на что нужны еще деньги, на что нужно опять выделять, да, скажем так, бюджетные средства. Плюс ко всему, давайте посмотрим на то, как вообще сама по себе осуществляется эта реконструкция. Потому что, ну уже многие заметили, что качество реконструкции настолько сомнительное, что разве что нет сомнений только в одном. Что это ремонтируется и готовится непосредственно для того, чтобы был повод опять начать ремонт. Ну это же удобно. Это удобно для их фактических владельцев таким образом получать доходную часть непосредственно от такого рода украшений улиц и самого города. Потому что, естественно, финансовая часть реализации, если так можно сказать, этих проектов, это, естественно, бюджетные деньги. И когда бюджет выделяет средства компаниям, которые принадлежат мэру города, его, скажем так, да, подельникам, проще говоря уже, а не просто коллегам, то, конечно же, им это удобно и выгодно. Только представьте, общая стоимость вышеозначенных работ на Преображенской составляет 160 миллионов гривен. И это лишь согласно проекту. А сколько еще можно вывести миллионов из бюджета под предлогом непредвиденных дополнительных расходов? И тут к гадалке ходить не надо, чтобы быть уверенным. Ремонт Преображенской продлится ровно столько, сколько это будет нужно Росдорстрою и тем, кому эта компания принадлежит. Проблемы жилищно-коммунального характера. Жители многоквартирного дома в центре города возмущены отношением чиновников и местного ЖКСа, который перестал выполнять возложенные на него обязательства. Дом находится в ужасном состоянии. Жители давно бьют тревогу. Но все безрезультатно. Дом номер 18 в переулке Маланово. Здание было построено еще в начале 19 века и неудивительно, что оно нуждается в ремонте. Стена дала огромную трещину, подвальные помещения затоплены, крыша протекает. Войти во двор опасно из-за штукатурки, которая постоянно сыпется с потолка. Все обращения жильцов в местный ЖКС результата не дали. Более того, зажравшиеся чиновники и леворукие умельцы, которых отправляют якобы отремонтировать что-либо, только создают дополнительные проблемы. Так, к примеру, в доме недавно работники ЖКСа якобы отремонтировали крышу. Руки не знаю, откуда растут. Вот посмотрите, вот здесь все трубы посоединены неправильные. Говорят, 15-го должны доделывать. То есть сделано, не знаю, кто будет контролировать, проверять, кто будет принимать работу. Мы это без понятия. Труба стоит на 20 сантиметров в стороне, вот так наклоненная. Ветер подует и на голову упадет. Вон весь дом вот так вот все трубы. Я иду утром за хлебом, поднимаю голову, вот такой вот лист железа висит над крышей. Я покупаю хлеб, бегу в ЖК, говорю мастеру, говорю, ветер, кто-то стоит, вы понимаете, вы к несчастью ведете. Крыша, к слову, так и продолжает течь. Зато чиновники в своих отчетах поставили галочку о выполненных работах. В конце осени в доме стало затапливать подвальное помещение. Отзывчивые в кавычках сотрудники ЖКС откликнулись незамедлительно и выкопали в варке яму. Они разрыли вот такой вот метр, наверное, посмотрели и больше месяца вот не пройти, не проехать. У нас бабушке вон 90 лет, она дважды упала в эту яму. Я сама лично ходила к начальнику участка, Любову Георгиевну, и говорила, что до греха дойдешь. Сама будешь потом отвечать. Все мы сделаем, мы сделаем. Пока яма была раскопана, коммунальщики решали, что же делать дальше. В итоге было принято единственное решение – закопать ее. К слову, устранить проблему, естественно, не удалось. Они пришли, зарыли и представили такого старичка, что мы думали, что его надо будет оттуда вытягивать. Но проблему решили они? Нет, нет. Просто закрыли эту обратную землю и закопали, и все. И на этом все проблемы решились. Закопали, потому что падают люди. А потому что не сделали, у них, что, не сказали, какой-то трубы нет. Или есть труба, только некому делать. Нет. Что это такое? Труба есть, вы дальше прокопаете, а мы потом сделаем. Да, дальше. Ну и что прикажете делать в такой ситуации? Почему городские власти закрывают глаза на халатность и бездеятельность коммунальщиков? Единственное, что исправно делает ЖКС, так это присылает платежки жильцам. Всегда вовремя, как говорится, дань собирать они умеют, как положено. А на остальное им попросту наплевать. А как жить людям? Подвал затоплен. Трещины повсюду. Потолки обваливаются, да и с крыши вопрос не решен до сих пор. А в этом аварийном доме проживают с десяток семей. Кто будет нести ответственность, если, не дай бог, случится ЧП и потолок упадет кому-то на голову? Вопрос риторический. Чинуши, как обычно, умоют руки, а городские власти будут, как обычно, молчать. Сделают вид, что о проблеме услышали впервые. Впрочем, как и всегда. Денис Шацила, Юрий Рух, телекомпания Круг. Любить свой город, значит сохранять и украшать его. Собственными руками, не дожидаясь, пока это сделают коммунальные чиновники. Награды за творческую и бескорыстную работу получили победители ежегодного конкурса «Дворики Одессы-2017». Конкурс, организованный социальной платформой «Доброе дело», проводился по девяти номинациям. Самый зеленый дворик, лучший подъезд, лучший дворик в старом городе, в многоэтажке, в ОСМД, спортивный дворик, лучший стрит-арт. Победители в этих номинациях получают 30 тысяч гривен. Спасибо всем, кто не безразличен к этому делу. Чем больше таких людей, которые болеют душой и хотят сделать лучше, начиная от себя, со своего двора, со своего дома, со своей улицы. Вот так глядишь, и город будет прекрасен, еще лучше. Многие люди, не все, но большинство, они готовы меняться, готовы что-то делать, вкладывать свои ресурсы. Нужен просто организатор. Человек, который скажет, что, где, когда, что с собой взять и поблагодарить всех участвующих. По условиям конкурса нужно украсить двор целиком или отдельными элементами. Это могут быть скамейки, цветы, настенные росписи, скульптуры, тротуарная плитка и вообще все, на что способны руки и воображение. Сейчас, во время подведения итогов, дворы выглядят, конечно же, не совсем празднично. Смотреть на них лучше летом или осенью. Как раз тогда жюри и оценивало работу. Деньги выдают не в руки конкурсантам, а на дополнительное благоустройство двора. Призовой фонд формируется из пожертвований спонсоров. Наша основная задача была в процессе этого конкурса, чтобы родители научили детей, что начинать строить страну надо с самого маленького, наверное, что есть у нас сейчас. Это наши дворы, наши квартиры, наш вот этот вот ореол, для которого, для ребенка на самом деле его двор, это сначала еще большая его страна. Если он видит, что его родители, соседи заботятся об этом дворе и делают что-то новое, хорошее, правильное в давно уже разрушенном пространстве, он, наверное, вырастет и когда-то сможет быть каким-то большим государственным деятелем, может быть, как-то поменять страну, потому что в нем уже будет это, желание что-то менять. Главный приз 60 тысяч гривен вручают авторам и исполнителям проекта, который признают победителем сами участники конкурса. Его выиграли жители дома номер 7 на Старостяной площади. Два года назад их двор уже получил премию за лучшую клумбу. Тут есть все или почти все. Скамейки и стол, сделанные из деревянных грузовых поддонов, пальмы, которые в прошлой жизни были пластиковыми бутылками, и даже портреты известных всей Одессе и далеко за ее пределами классических персонажей. За прошлые два сезона в конкурсе участвовали 73 двора. 12 из них стали призерами. В этом порядка 50. Весной стартует четвертый конкурс «Лучший дворик». Организатор социальная платформа «Доброе дело» принимает заявки. Вопреки известной поговорке, в данном случае инициатива оценивается и награждается. Стоит тратить время и усилия на благо себе и своему городу. Александр Виноградов, Андрей Терещенко, телекомпания «Круг». Правоохранителям удалось задержать подозреваемых в ограблении автозаправочной станции на улице Добровольского, которое произошло 3 января. Ими оказались трое жителей Одесской области. Несколько суток понадобилось сотрудникам правоохранительных органов, чтобы установить личности и задержать людей, совершивших разбойное нападение на автозаправочную станцию на поселке Котовского. Напомним, 3 января трое неизвестных в масках ворвались в помещение АЗС, накинулись на оператора и путем физического воздействия и угроз завладели суммой в 6,5 тысяч гривен двумя телефонами и пневматическим пистолетом. Співробітниками кримінальної полиції Суворовского відділка полиції протягом декількох діб були встановлені та затримані особи-зловмисників. Ними виявились мешканці Одескої області 94, 96 та 99 років народження. В теперішній час слідчим відділом розпочато кримінальне провадження. Завозниками злочину передбачено ст. 187 частиною 3 Кримінального кодексу України, а саме розбійний напад. Мы пошли туда, надели маски, надели перчатки. У одного был ключ. Он открыл дверь. Сказали, забирай все, що видиш. Мы зашли, вони начали їх бить. Один начал бить, один начал деньги там загорать. Я взял два телефона, положил в карман. Потом один ушел, сказал маму уйти. Другой там что-то угрожало. Мы разглянулись і вийшли. Так же идет проверка подозреваемых на причастность к подобным преступлениям на территории Одесской области. Пока українські чиновники і політики спорят о необхідність розрішить честним гражданам владення боевым оружием, приступний мир продолжаєт вооружаться. Сотрудники уголовного розыска задержали жителя Одесы подозреваемого в незаконном производстве і торговле смертоносним товаром. Мастерская і склад торговця огнестрельною смертью знаходились на території Приморського району. Очевидно, працював он давно і успів засветитися, поскольку інформація попала к оперативникам уголовного розыска. В ході обиска з'ято несколько единиц оружія і велике кількість боєприпасів. Віщественні доказательства приступних діяльності відправлені на експертизу. Була отримана оперативна інформація про причетність мешканцям міста Одеси до збуту та переробки вогнепальної зброї. В подальшому, в ході проведення оперативно-розшукових заходів спільно одеською місцевою прокуратурою номер 3 була задовкоментована злочинна діяльність вказаної особи, а саме переробка і збут вогнепальної зброї. Скільки і кому успів продати оружіе підпольний предприєматель, де і для чого воно було іспользовано, должно выяснить следствие. Задержаному грозит 5 лет лишення свободи. «Сквозь ткань времен» – так называется выставка, открывшаяся в выставочном зале Одесского историко-краеведческого музея. Форма экспозиції весьма оригинальна. Це своєобразний синтез робот художниці Анжелы Голодецкой і поїта Александра Ігнатова. В тому, як сильно змогли соединиться і дополніть друг друга живопись і поєтичні строкі, убедились наші корреспонденти. «Сквозь ткань времен» – выставка, которую можно характеризовать словами «борьба» і єдинство противоположностей. І речі здесь вовсе не о матеріалістіческій діалектиці, а о том, наскільки едины і противоположны інь і янь, хаос і порядок, деструкція і гармонія – мужчина і жінчина. «Я пользовалась цветом, краской. Я решила, раз я вернулась в детство, значит, і подход у мене буде вже нерраціональним. Я не буду продумувати кожну композицію. Какі-то композиції здесь продумані, але большинство, я приходила в мастерську, клала чистий холст і брала ту краску, яку мені хочеться в цю секунду взяти». Одеська художниця Анжела Голодецкая представила на выставке работы, выполненные в технике ботик. Как признается автор, в своих произведениях ей захотелось снова вернуться в детство, вспомнить, каким чудесным был мир, окружавший ее, сколько в нем было тайны, сколько непознанного и взрослеть с каждой созданной картиной. «Представленных здесь на этой выставке работах я решила вернуться в мир далекого детства и вспомнить те ощущения, когда мне было 4-5 лет. Вот те ощущения, когда ходишь босиком по траве. Трава кажется ласковой и в то же время может где-то уколоть. Солнце кажется большим, красивым, огромным, но так, как и у камю, оно может быть палящим, страшным, и это тоже может быть табу». Между тем, все работы Анжелы Голодецкой стали своеобразными иллюстрациями к поэтическим произведениям Александра Игнатова – физика по профессии, лирика по призванию. Поэзия которого не только вдохновила его творческую половинку, но и стала неотъемлемой частью всей выставки. «Они как бы гармонируют, вписываются в общую канву выставки и вместе с экспрессией, с энергией, с живой палитрой красок, которая здесь изображена на полотнах, образует некую гармоническую такую картину. Понимаете, здесь другая есть, философская еще направленность в этих стихах». Стоит отметить, что это уже третья совместная работа художника и поэта. Перед этим были «Души невидимые струны», состоявшиеся в 2012 году, и «Сон о небе» в 2014. Как и в прошлые разы, вместе Анжеле Голодницкой и Александру Игнатову снова удалось создать свой, цельный, состоящий из сокровенного мир, сотканный из времени вселенной – мужчины и женщины. Наш выпуск новостей подошел к концу. Далее информация синоптиков о погоде, а я напоминаю, что новости телерадиокомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Всего вам наилучшего и до встречи в эфире. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей 11 января в Одессе переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2, днем от 2 до 4 градусов тепла.